Об управленческом составе на Кубани мы говорим сегодня и наш собеседник, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. Геннадий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с такого известного конкурса лидера Кубани «Движение вверх». Скажите, когда возникла идея его создания и в связи с чем вообще возникла такая необходимость? Лидеры Кубани – это одно из направлений, новых направлений работы нашего управления кадровой политики. В 2018 году по инициативе главы администрации, губернатора Краснодарского края Вениаминовича Кондратьева, мы стали разрабатывать новый проект, который помог бы нам, с одной стороны, создать большую тренировочную базу для государственных и муниципальных служащих, где они могли бы повысить свои компетенции, немножко посоревноваться в управленческом искусстве, скажем так. И, конечно же, для того, чтобы сформировать и усилить систему кадровых резервов, которая существует на Кубани. От кадрового резерва администрации края до резерва управленческих кадров, потому что, безусловно, время слишком быстро меняется, вы сами замечаете. То есть, если раньше мы были в одной парадигме развития, начиная от бумажного документа оборота и заканчивая длинными цепочками взаимодействия, то сейчас все сокращается, сейчас у нас цифра преобладает, мы должны принимать решения, основанные на данных. И, конечно, для этих целей, для новых целей развития, которые заложены в нацпроектах, кроме всего прочего. И появилась задача искать и тренировать новых людей для новой экономики Кубани. Какие требования предъявляются к участникам этого конкурса? Ну, если мы говорим о формальных требованиях, то это наши коллеги в возрасте до 55 лет, причем мы начинали с 50 лет с ограничениями. Но вот когда мы увидели реальную ситуацию, когда наши коллеги 50+, показывали очень крутые результаты, и в целом были достаточно крутые, в принципе, на самом деле, мы решили на 5 лет продлить срок и дать возможность управленцам, которые чувствуют в себе энергию, чувствуют в себе активность. Ведь молодость – это же не только возраст биологический, да? Это еще и силы твои. Если ты готов учиться чему-то новому, то, безусловно, тебе к нам. Во-вторых, это гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования обязательно до 30 лет – это не менее одного года работы по специальности. И, соответственно, от 30 до 55 – это опыт управленческой деятельности не менее двух лет. То есть мы считаем, что если ты уже перешагнул границу 30-летнего возраста и ни разу не пробовал себя в сфере управления, в любой сфере абсолютно, начиная… И в коммерческой. Абсолютно, безусловно. В некоммерческой, в коммерческой. Разницы нет. Самое главное – тут же замерялись компетенции человека. То есть если у тебя есть некие способности, которые ты до 30 в себе раскрыл, не то чтобы просто тебе нравится кем-то управлять, а у тебя есть способность, которую ты можешь применить на госмуниципальной службе и быть полезным. Вот, соответственно, те основные требования были. Ну, мы говорили о том, что отсутствие судимости и прочие факторы. И много у вас было желающих? Безусловно. У нас за два года практически 9,5 тысяч человек стали участниками нашего проекта. Ну, это солидная сумма. Цифра для Краснодарского края – это все 44 муниципальных образования. Ну, кто-то был поактивнее, кто-то, скажем так, набирал обороты дольше немножко. Мы не забываем, что конкурс бесплатный, и что для каждого главы муниципалитета, для каждого руководителя органов власти, и в том числе и хозяйствующих субъектов бизнеса, это площадка, на которой бесплатно можно развивать своих сотрудников, своих управленцев. Это тоже очень важный момент. То есть кто-то этим пользовался как инструментом и продолжает пользоваться. Кто-то пока, ну, не понимаю. Я могу сказать, что в бизнесе очень много ритейла, много банковской сферы. То есть там, где хорошо развита корпоративная культура, где есть хорошие толковые HR-менеджеры, которые, ну, скажем так, понимают, да, куда идет компания, миссия, стратегия, и то, что конкурс действительно отвечал их требованиям. Ну, и, безусловно, госслужащие. Их было, в принципе, наверное, в пропорциях половина госслужба, муниципальное образование, бизнес, ну, и наука вот тоже на подходе. Немало людей было из вузов. Мы считаем, что в любом случае строить структуру, концепцию кадровой политики нельзя без этих трех составляющих, даже четырех. Это госмуниципальные служащие, это служащие, менеджеры, которые на сегодняшний день вращают все это государственное колесо. Это бизнес, это наши коллеги, которые участвуют в реализации национальных проектов, которые создают экономику Краснодарского края. Это наука, которая обязательно должна, ну, скажем так, обосновывать, исследования проводить, для того, чтобы все наши действия не были, ну, скажем так, просто функциональными, да. И, конечно, это не коммерческий сектор, это общественные организации, которые, ну, помогают грамотно доносить населению нашего края, вот, те инициативы, те методы, которыми власть действует. И, безусловно, давать обратную связь. Вот мы, я глубоко убежден, что качество, сейчас многие про КПИ говорят, многие говорят про различные показатели. Как и наш губернатор говорит, и президент Российской Федерации, главный показатель работы государственных служащих, это насколько лучше живется людям, насколько более качественные сервисы они получают. Причем под сервисами мы имеем в виду не только, там, может быть, многофункциональные центры и больницы. Это более широкое понятие. Наше управление тоже предоставляет определенный сервис населению. Просто не всегда мы воспринимаем это как услугу населению, услугу человеку, который должен быть доволен этой услугой, вот, скоростью, качеством. Наверное, вот в эту сферу мы идем, и все эти четыре направления, о которых я сказал, они очень важны. Поэтому вот так все создавалось, так все образовывалось. Кроме того, я могу сказать, что в прошлом году у нас, помимо 44 муниципалитетов, более 20 регионов России приняли участие. Весь Южно-Федеральный округ. То есть после первого конкурса те, кто участвовал, рассказали своим коллегам, своим друзьям. И мы действительно получили такой хороший конкурентный состав. Наши коллеги из Краснодарского края, которые участвовали в проекте, они увидели, как, скажем так, какого качества управленцев в других регионах. Они смогли поконкурировать с ними, чему-то научиться друг от друга. Неотъемлемой частью проекта был такой хороший большой нетворкинг, где наши коллеги могли общаться. Площадка, где можно общаться, перенимать опыт, видеть, как работают в Астрахани, в Волгограде, в Ростове, в Калмыкии, в Старопольском крае. У нас были участники из Москвы, Петербурга, Челябинска, Екатерины. Очень много различных регионов, которые действительно создали хорошую, здоровую конкуренцию. А мы ведь говорим сегодня о серьезных миграционных процессах. И немало людей приезжает на Кубань, потому что у нас хороший климат, качество жизни высокое. И, конечно, нам также интересно выхватывать лучших, которые могли бы участвовать в развитии края. Вот тут тоже очень много граней конкурса. Губернатор его так и замышлял, что это не просто провести, отчитаться, кого-то повеселить, порадовать. Нет, это большой, с одной стороны, эксперимент для нас, потому что много новшеств, которые мы испытали на лидерах Кубани на площадках, мы постепенно переводим в реальную работу, в реальную службу. Вот, например, ассейсмент. Мы стараемся сейчас работать над повышением качества резервовоуправленческих кадров. Ведь, наверное, говоря о лидерах Кубани, это, наверное, история про это. На самом деле, что лучше, искать кадры качественно или качественно их создавать, формировать. Но оба пути важны. Мы, безусловно, уверены, что столько вокруг сильных личностей, которые могли бы приносить пользу людям. И, конечно, стараемся их выхватывать, искать на различных площадках. Ну и формирование кадрового состава – это тоже очень важный момент. Считаю, что все-таки он даже приоритетнее. Гораздо лучше сформировать свой резерв постепенно, поэтапно. Вот буквально сегодня мы обсуждали с коллегами, мы формируем сейчас новую концепцию молодежного кадрового резерва. То есть это, наверное, такая история про то, что была хорошая практика в советском периоде, был комсомол. То есть хорошая, плохая система, мы там дискутировать не будем, но она была, и она работала. Были ступени, да, комсомол, партия. Были ступени, которые были понятны человеку на старте своей карьеры. Сегодня молодежь определяется еще со школы, и мы в нашей концепции развития кадровой политики, вот это тоже пытаемся учесть, что кадровая политика должна быть понятна людям, она должна очерчивать определенные шаги, которыми ты можешь пройти. Хочешь в бизнес идти, да? Ты должен понимать, как эти шаги делать. Хочешь в госсектор идти, хочешь быть большим руководителем и командовать большими проектами, что-то новенькое составать. Ты должен понимать, как прийти, как стать практикантом, как пройти практику так, чтобы она была полезна, что ты не просто проходил по кабинетам, по коридорам, бумагу резал. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. А когда ты вник в работу, вник в сам механизм и попробовал его со своей стороны улучшить, предложить что-то новенькое, или, может быть, как его ускорить, усовершенствовать. То есть вот это и будет у нас такой молодежный кадровый резерв, структура, которая предшествует большим резервам на госслужбу. Мы считаем, что это тоже важный момент. Поэтому лидеры Кубани, к нашей радости, профессиональной такой, он стал большим, серьезным симулятором для нашей работы, возможностью поэкспериментировать там и завести лучшие практики на госслужбу. Ну и, конечно, он дал большое количество людей в резерв. Там порядка 100 человек в резерве парламентических кадров по прошлому году. Но вот сейчас мы порядка 60 человек приглашаем к нам. Причем мы не можем включать в резерв кадров, скажем так, коллег, которые не имеют гражданства и прописки в Краснодарском крае. Поэтому их только 60. А так, конечно, остальные у нас на карандаше там находятся. Мы с ними дальше работаем. В этом году уже прошло порядка 15 встреч наших конкурсантов прошлого года с наставниками. Там и четыре депутата Государственной думы, и мэр города Краснодара, Игорь Петрович Галачевец, губернатор. Очень много крутых управленцев, которые делятся опытом, рассказывают, как быстрее пройти правильно эти ступени, тщательнее. Впереди наших участников, конкурсантов, ожидает образовательные модули. Трое, которые получили по итогам прошлого конкурса по полмиллиона рублей на программу MBA. Они сейчас учатся в РАНХИКСе, уже у них лекции пошли, насколько я знаю. Остальные 22 лауреата будут учиться по программе управленческой у нас в Краснодаре. Мы специально эту программу построим на основе тех компетенций, которые они показали в течение конкурса. Вы бывали у нас на проекте, нет, на площадках? Нет, ни разу. Как там все происходит? У нас порядка 50 оценщиков, люди-профессионалы, ниже кандидата наук, и те, кто в бизнесе имеет опыт оценки персонала. Вы как раз хотели спросить, кто оценивает? Оценивают эксперты. Чаще всего это Кубанский госуниверситет, это коллеги, которые профессионалы в области оценки персонала. И вот 10 круглых столов на каждом полуфинале и на финале. За каждым столиком три специалиста-эксперта, которые оценивают в течение дня компетенции по специальной методике. Начиная от лидерских способностей, умения создать, сформировать команду, умения дискутировать грамотно, умения лидировать, не нарушая целостность команды, группы своей. Умение решать кейсы, безусловно, огромное количество было направлений экономических, политических, аграрных и иных. Когда тебе приходится в сжатый срок нетривиально попробовать решить задачу, над которой бьются серьезные управленцы в муниципалитете, где-то может быть в бизнес-компаниях крупных. Такие кейсы тоже были. И в течение всего дня в таком жестком режиме вы обязательно приезжайте, посмотрите. Вот у нас в ноябре, в декабре эти все мероприятия будут проходить. Просто та атмосфера, которая там происходит, она действительно заряжает. Люди приходят в проект не только чтобы попасть на службу. Не для многих это самоцель на самом деле. Просто ознакомиться. Есть знакомство, да, это важный фактор. Но самое главное проверить себя, насколько ты в такой ситуации с такими конкурентами, партнерами сможешь выстроить правильную стратегию развития и попробовать ее реализовать. Там же у нас и нормы ГТО, там у нас и иные нормы. Даже нормы ГТО. Конечно, безусловно. Мы считаем, что современный управленец, он должен вовремя прыгнуть в сапоги, побежать, решать проблемы. Но что вы видите, у нас крайне простые, чрезвычайные ситуации, они, к сожалению, не редкость. И поэтому, если у тебя есть такая важная компетенция, как тренированное тело и мозг, то ты, конечно, будешь на порядок выше. Почему это важно? Потому что от любого управленца, даже самого маленького, даже начальника маленького отдела, зависит жизнь и карьера, перспективы людей, за которых он отвечает. Поэтому, конечно, мы к этому относимся серьезно. И сейчас на Кубани хороший, крепкий управленческий состав, но при этом мы должны двигаться дальше и искать новые звездочки, которые в перспективе, пройдя все этапы, не по лифту проехав, с первого этажа сразу на 30-й, а постепенно, пройдя по ступенечкам, разобравшись, как все работает, приходили руководить. Ведь управленцы, это очень... Сейчас модно говорить про лидеров, про управленцев, а на самом деле они всегда были, они существовали. Просто эту повестку дня сегодня и администрация президента, Сергей Владимирович Кириенко, и Алексей Ильич Комиссаров, руководитель Анна Российской страны возможностей, они это в повестку дня президента максимально высоко подняли. Это и нам дает возможность и шанс укреплять нашу деятельность, укреплять эту работу. Вроде бы кадры решают все, слоган такой советских времен, прочный, сильный, и он не теряет актуальности и по сей день. Но иногда мы за своими функциональными задачами в наших министерствах, в муниципалитетах, в организациях других забываем про то, что все-таки люди создают экономику, люди зарабатывают деньги, люди делают жизнь других людей лучше. И сегодня необходимо вкладывать в развитие людей, вкладывать в развитие, в их там общее профессиональное состояние. То есть каждый человек должен иметь возможность развиваться, двигаться. Безусловно, прикладывая определенные силы. Поэтому такой большой комплекс, он в миниатюре представлен в лидерах Кубани. Поэтому так примерно все и происходит. У нас 4 полуфинала. Вообще я в двух словах, наверное, завершая тему лидеров Кубани, расскажу, как сама структура устроена. Вы поэтапно, как они там соревнуются, расскажите, пожалуйста. Да, конечно. У нас с сентября, с 1 сентября обычно стартует прием заявок. Есть сайт наш, лидерокубани.рф. Там конкурсанту необходимо заполнить анкету, чтобы мы могли понимать его сразу, познакомиться. То есть определенный психологический портрет человека, его потребности, кем он себя видит сейчас и в будущем. Короткое видео сообщение, видео, такая презентация о том, зачем он идет на проект. А самое главное, как бы он мог, на его взгляд, на текущем месте работы, даже улучшить жизнь наших кубанцев, способствовать развитию края. Потом в октябре у нас стартуют модули тестирования, онлайн-тестирования, которые наши коллеги проходят дистанционно. Они, как правило, касаются экономики, социальной сферы, культуры, финансов, географии, инвестиций, национальных проектов. Кроме того, второй модуль тестирования предполагает выявление у наших участников таких управленческих навыков, компетенций, насколько они понимают какие-то психологические аспекты управления, насколько они ориентируются в целом в менеджменте, в системе. Если мы говорим о менеджменте как о классической системе, то сейчас тоже все меняется. Проектное управление, оно более эффективно, чем классика менеджмента. Поэтому также мы анализируем, насколько наши кандидаты будущие владеют этими техниками. И по итогам проведения онлайн-тестирования появляется список из 400 полуфиналистов, которые по итогам записи интервью, которые по итогам тестирования выходят в полуфиналы. У нас 4 площадки очные. Традиционно вот так сложилось. Не знаю, как будет в этом году, мы пока планируем несколько новых фишек в этом конкурсе. Но в целом у нас 2 полуфинала проходят в Краснодаре. Один полуфинал в Армавире, один в Абрау-Дюссо. И по 100 человек соревнуются на каждой площадке. С утра, с 8 утра до 9 вечера это бесперерывные соревнования управленческие. То есть коллеги учатся, коллеги решают кейсы, они пробуют разные тривиальные способы решения задач. Перед ними выступают федеральные эксперты, которые учат. Мы заширили немножко образовательные модули, чтобы люди, даже если они не пройдут финал, они получили какую-то пользу от проекта. Но мастер-классы все равно есть. Безусловно, конечно. Причем от хороших экспертов, которые работают по всей стране. Это и аналитический центр при правительстве России, это и представители Государственной думы. То есть достаточно сбалансированный состав бизнесмена, топы разных компаний. По итогам каждого полуфинала, в финал выходят 25 лучших кандидатов, которые набрали наибольшее количество баллов. Причем не только за, скажем так, за качество своих ответов и за качество каких-то креативных идей, но и за умение сформировать команду, за умение ее привести к правильному руслу, за умение правильно распределить роли участников. Если мы опять же говорим о проектном управлении, нужно руководителю всегда видеть роль своего члена команды. Вы их делите на группы или они сами выбирают себе команду и лидируют в ней? Группы делятся в случайном порядке, по алфавиту. Они рассаживаются на 10 столиков, независимо от того. И к ним уже прикрепляются наши асессоры, которые в течение всего дня ведут. В некоторых заданиях им приходится меняться по кругу. То есть одна команда поработала, время прошло, они все поменялись. То есть новый состав. Задача в стрессовых условиях, утекающего времени, быстро сформировать новую команду и решить новую задачу. Но мы должны это уметь сегодня в сфере управления делать. Потому что вот видите, нацпроект, там внутри даже больше проектных команд создаются, чем в национальных взаимозвязи. Поэтому мы тренируем эти компетенции. А если два лидера появляются в одной команде, как они между собой? Опять же, оценщики по-разному. Есть деструктивные лидеры, которые тянут одеяло на себя, которые начинают обострять, которые начинают, ну скажем так, неумело управлять процессом, который идет к катастрофе в принципе. Но мы не вмешиваемся в сам процесс, мы только наблюдаем и даем оценку каждому человеку, куда он шел. Самое главное, что после каждого полуфинала, каждому участнику даются подробные рекомендации его сильных, слабых сторон. Такой большой свод-анализ, который позволяет понять, ну как над собой работать. Все-таки люди приходят больше для развития к нам. Это такой важный маркер желания сегодня специалистов, менеджеров развиваться дальше. Нервных срывов не бывает у вас? Никто не разворачивается, не уходит с проекта? Я не припомню, чтобы кто-то ушел, потому что та атмосфера, которая там, как сказать, ну ты будешь слабаком просто. Ты в профессиональной среде будешь слабаком, если ты уйдешь. Там же собрались люди опытные, за одним столом могут быть представители только начинающего поколения управленцев, люди, которые там поруководили каким-то микроотделом или просто каким-то проектом маленьким. А есть директора предприятия, есть крупные фермеры, есть топы. Неудобно. Не то, что неудобно, но тут профессионально, во-первых, там не позволят это сделать. Ну и, как сказать, вовлеченность хорошая в этом проекте. Ты тебя не заставляешь что-то делать, ты как-то включаешься сам автоматически, и все, и ты идешь вперед, доказываешь. Есть люди, которые я сказал по-другому бы, они перегорали, они вот, например, быстро начинали, и после обеда, не рассчитая своих сил, они сдувались, и все. И, конечно, такой человек сам сдулся, команду не привел к успеху. И, безусловно, мы понимаем, что и остальные люди, и дело не сделано. Поэтому вот эта модель любой организации, руководитель должен вдохнуть в начале года, да, и знать, когда выдохнет, в середине года, в конце года или через пять лет, да, какой у него план. Если руководитель не может, скажем так, себя контролировать в этом плане, да, вот свое эмоциональное состояние, интеллектуальное, то как же он будет у себя на рабочем месте вести людей к развитию, да. Отсюда мы видим несбалансированные команды, отсюда мы видим сорванные проекты. Это все взаимосвязано, это все работа, по большому счету, HR команды, которая должна за этим следить. Поэтому, конечно, такие сгоревшие получали компетентные консультации от психологов, которые присутствовали на каждом полуфинале, потому что нам важно, чтобы все полуфиналисты и участники, да, вот 400 человек, они четко могли себя проанализировать. Вот почему у них не получилось в этой модели, да, конкурса. Завтра же он придет в свою организацию, продолжит вести, если он не задумывается, что он периодически бывает неэффективен. А руководитель, у которого нет сильного HR-специалиста, не всегда понимает, что происходит, да. Вот систематически идет невыполнение. Ему проще уволить специалиста, взять нового, чем его понять, там, углубиться в какой-то момент. Жизнь-то идет дальше. Вот, и мы считаем, что конкурс как раз позволяет самим участникам себя проанализировать, получить качественную обратную связь и не допустить там ни срыва своей карьеры, да. Но, к сожалению, практика показывает, что проще где-то поменять, замену сделать, чем исправить человека, да. У нас мир потребительский такой странный, но, тем не менее, нам проще купить новое, чем отремонтировать старое. То же самое касается, к сожалению, и работы вот в кадровой сфере. Поэтому проект позволяет чинить, ремонтировать, показывать, где-то есть слабые стороны, над которыми нужно поработать серьезно. Конечно, у нас порядка 20 назначений таких неплохих было за весь период. Мы даже сейчас не оцениваем, вот вчера дали аналитику, мы даже не смотрим там небольшие назначения. Кто перешел в администрацию работать из учреждения, кто стал начальником маленького отдела. Ну, тенденция хорошая. Опытные руководители, хорошие, да, грамотные, они смотрят, если человек после нашего проекта загорелся, ему, он хочет работать над собой, хочет повышать свой уровень, следовательно, он для дела будет более полезен. То есть, такому человеку нужно давать возможность проявить себя здесь. Да, он может не проявить. И, конечно же, об этом мы и конкурсантам говорим, и участникам, что, коллеги, участие и победа в конкурсе – это не панацея, это не означает, что вы обеспечены какой-то высокой должностью на всю жизнь. Нет. Это возможность развиваться дальше с нашей помощью и возможность того, что вас работодатель заметит в новом качестве. И это вот работает, в принципе. Это, наверное, самый главный итог, когда люди, приходя на свое рабочее место, они стараются что-то улучшить, начиная с себя. Вот. Поэтому и на значение идут, я думаю, так. То есть, получается, что участие в этом конкурсе уже как такая корочка, да? То есть, он может указывать, что он был участником этого конкурса, может претендовать на какие-то там другие места. Что это такая профессиональная, ментальная корочка, которая позволяет человеку самому почувствовать прилив сил новых и попытаться это все показать на работе. Ну, когда какой-то сотрудник делает большой рывок и когда он что-то немыслимое, да, или выходит на новый уровень своего развития, любой руководитель подумает над тем, чтобы его поддержать, потому что это выгодно любому руководителю, так или иначе. Поэтому, конечно, конкурс, он многие идут реально, чтобы проверить себя и показать всем другим, что я существую, я есть, у меня мощные компетенции, я, да, засиделся там 15 лет на одном месте, но я готов. И многих это всколыхивает, многие начинают думать, что на самом деле у них потенциал бешеный, но он спит, потому что не было необходимости его будить, вот, к сожалению, так, наверное, бывает. Поэтому это тоже есть, разные люди приходят, не всегда конкурсанты правильно оценивают свои возможности, это тоже бывает, когда он приходит там после конкурса, переоценивает, да, никто недооценивает, мы с ними работаем, а кто-то переоценивает, кто-то говорит, я готов быть министром, все, хотя до этого он был просто специалистом в каком-то учреждении, ну, то есть на старт своего пути. Следовательно, нам приходится работать над карьерными траекториями, да, нам хочется это направление развивать. Если ты не понимаешь свою карьерную траекторию и веришь в чудеса, которые могут происходить благодаря различным шоу, конкурсам и так далее, то все очень плохо, это небезопасно для тебя. Даже если ты попал, ну, мы так представим, попал и стал большим руководителем, начиная с ничего, то у тебя рисков миллион, ты просто рискуешь собой, людьми, своей карьерой вообще, да и своей семьей порой, к сожалению. Поэтому, конечно, мы выстраиваем, работая с коллегами, вот такие траектории, которые позволяют увидеть, хорошо, вот у нас отчет о тебе, да, там на 50 страниц, все твои компетенции, где бы ты мог, да, вот кто-то очень хороший, сильный агент изменений, мы, безусловно, видим его карьерную траекторию в любой организации, где требуются какие-то трансформационные процедуры. Ну, сейчас мы говорим про цифровизацию, да, по вайне, вот, пожалуйста, тебе максимальная дорога в любую организацию, любой муниципалитет, создавая эту реформу легкую, да, внедряя новую технологию, зажигая людей на это все, и ты получишь рост дальше. Кто-то хороший аналитик, их тоже не хватает, на самом деле, ну, в любой структуре. Мы должны принимать решения на основе данных, данные ты должен собирать, анализировать, вот, и управленческие решения, таковы, что они не могут приниматься на авось, это неправильно. Ну, бывает, что приходится, там, резко руководитель любого, любого уровня принимать решения интуитивно на основе его опыта. Это уже талант, опыт, это уже какое-то мастерство. А начинающие управленцы, конечно, они должны работать с аналитикой. Поэтому таких специалистов мы тоже вылавливаем. Сити-менеджеры, да, люди, которые испытывают страсть к развитию городов, к развитию чего-то нового, которые видят город как, там, единую экосистему пульсирующую, да, вот такие люди тоже очень нужны. И когда начинаешь работать, да, люди начинают задумываться о том, что, а ведь действительно, зачем мне быть тут министром каким-нибудь, если, ну, вообще все мои мечты кроются вот в этой сфере, как мне туда попасть? И мы начинаем прорабатывать. Вы же понимаете, мы не можем, там, после проекта заставить или просить какого-то руководителя просто взять этого человека на работу, потому что он конкурсант. Это неправильно. Наша задача подготовить их к тем направлениям. И не просто подготовить, а как пазл собрать, направить туда, где он мог бы себя проявить лучше всего. Вот основная задача проекта и в целом нашей деятельности. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова